Проблемы в медицине накапливаются, как снежный ком, рассказывают ивановские коммунисты. Сегодня напротив Департамента здравоохранения они организовали пикет с громкими лозунгами и требованиями не расформировать медицинские пункты и не увольнять врачей. По задумке оппозиционеров, яркие плакаты должен был буквально из своего кабинета видеть начальник Департамента здравоохранения Михаил Ратманов. Прежде всего, конечно, необходимо сохранить то, что есть, а не закрывать, не сокращать койко-места, потому что до нас дошла информация, что сокращают койко-места в областной клинической детской больнице. Но это просто абсурд. То есть ее и так не хватает, а еще сокращение. Для начала оставить все как есть. Потом, конечно, все-таки выбивать в областном бюджете финансирование на здравоохранение больше, чем есть. Пикет в поддержку качественного медобслуживания превратился в пикет против действий Михаила Ратманова. Целая делегация недовольных приехала из Кинишмы. По их информации, в Волжском городе в феврале закроют подстанцию скорой помощи и сократят сотрудников ЦРБ. Меня возмущает то, что игнорирование Департамента здравоохранения, а именно господина Ратманова, которую, я считаю, на сегодняшнее время пора отправить в отставку и полностью менять систему здравоохранения здесь, поставить нового человека, который действительно знает систему здравоохранения и использовать ее в нужном направлении для пациентов. В октябре этого года инициативной группе микрорайона «Котельница» Михаила Ратманов дал устное обещание восстановить работу 4-й детской поликлиники. Однажды ее закрыли на ремонт, и с тех пор жители с маленькими детьми вынуждены ездить на обследование и лечение в больницу на Шереметьевском проспекте. Слова прозвучали, действий не последовало. Две недели назад Ратманов выступал по телевидению и рассказывал о радужных перспективах, что вернется вторая детская поликлиника, девятая детская поликлиника. Нашу четвертую поликлинику он даже не упомянул в своих обещаниях. Что нам думать, Михаил Александрович, мы ждем вашего письменного ответа. Вполне ожидаемо, что на пикете, организованном для медицинских работников, ни одного врача не было. Коммунисты считают, что медики боятся административного давления и увольнений. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.